Президент Зеленский заявил, что Украине нужен полноценный воздушный щит, только так можно победить российский ракетный террор. Давайте более подробно об этом поговорим с Игорем Романенко, основателем благотворительного фонда «Закроем небо Украины», замначальника генштаба ВСУ 2006-10-х годов и генерал-лейтенанта в отставке. В запасе. Игорь Александрович, приветствую. Приветствую вас. Уже в отставке. В отставке. Окей. Я была права. Спасибо за уточнение. Спасибо за уточнение. Игорь Александрович, скажите, пожалуйста, на данном этапе, насколько закрыто небо Украины и чего конкретно не хватает, судя по последней информации и последним участившемуся использованию оккупантами, например, таких ракет, как «Коникс». Ну, надо представлять, что на текущий момент в сфере воздушных действий, в воздухе имеется в виду, в воздушной сфере, средства нападения преобладают по возможностям над средствами защиты. И в мире нет ни одного государства, в том числе такие, как Израиль, например, по площади небольшой, есть мощная система противовоздушной, противоракетной обороны, четырехслойной и американцев, например, любой страны, которая бы на 100% обеспечила защиту. Но принципиально важно повышать, что и делается у нас в очень непростых условиях, потенциал этой противовоздушной, а в последнее время и противоракетной обороны с тех пор, как у нас появились батареи с зенитеракетный комплекс с противоракетными возможностями, такие как «Патриот Пак-3» и «Самти» франко-итальянские. И это очень важно. Но есть отличия. То есть, если мы понимаем, что, в принципе, за 17 месяцев войны так часто по объектам, которые находятся на территории Украины, как столицу, другие объекты у нас не атаковали, то была сосредоточена и остается противовоздушно-противоракетная оборона вокруг, как россияне оценивают центры принятия решения, которые они изгалялись как могли и не достигли результата именно по столице. Но такого уровня оборону противовоздушную, противоракетную создать по объектам, я не говорю всем, а хотя бы областные центры, наиболее важные, у нас пока еще, к сожалению, нет возможностей. Поэтому, имея в виду достаточно эффективное выполнение задач, конкретными расчетами зенитных ракетных комплексов истребительной авиации, которые у нас не так многочисленны, как хотелось бы, выполняются задачи нашими воинами на этих системах вооружения очень эффективно. Но их не хватает. Поэтому, с одной стороны, с другой стороны, враг изучает эту ситуацию. И, как мы видим, например, по нанесению воздушных ударов по Одессе, он использует принцип комплексирования различного вида вооружения, воздушного нападения. То есть мы там видим ракеты баллистические, которые средства обороны противоракетные могут уничтожать с низкой вероятностью. Не хватает комплексов, и комплексы должны быть соответствующие возможности, которые там нет. Мы видим, что применяются ракеты крылатые, применяются беспилотные летательные аппараты, камикадзе или шахеды, или боеприпасы, гаражирующие по терминологии военные. И в результате этого эффективность уничтожения целей по совокупности за удар в течение суток достигает около 50-60%. Это еще раз говорю о том, что связано с тем, что там не хватает как количества средств противовоздушной обороны, противоракетные в первую очередь, так и не хватает таких средств, которые бы могли работать по аэробаллистическим целям, к которым относятся «Оникс», «Хад-22» и «Искандеры» баллистические на текущий момент. Вот такая ситуация. Игорь Александрович, вот эти вот аэробаллистические «Ониксы», чем теоретически они могут сбиваться? Сбиваться могут зенитно-ракетными комплексами, имеющими противоракетные возможности, такие как «Петриот» и «Самти». Ну а мы с вами обсуждали этот подход, принципиальный и стратегический, который заключается в том, что надо иметь средства уничтожения пусковой установки всех этих средств воздушного нападения противника до их пуска. То есть «Искандеры» надо бить пусковые установки на земле до того, как они пустили, значит, калибры, которые размещаются на кораблях ракетных, на катерах ракетных, на подводных лодках, значит, надо бить по их военно-морским базам, по кораблям, базы где, быть где для того, чтобы уничтожать. Ну и, значит, самолеты, как воздушная платформа для запуска, уничтожать, как у нас были, мы помним, по «Энгрессу». Сейчас наносятся удары по аэродромам в Крыму, например. То есть бить по аэродромам или бить зенитно-ракетными комплексами дальнего действия в воздухе. Опять-таки возвращаемся к дальнего действия. Это у нас, значит, «Петриоты» и сам «Тим». А насколько ситуацию спасают такие системы, как «Гепард», например? И, кстати, если уже говорим о «Гепарде», производстве рейн-метал немецкого, то у них есть еще одна система, «Скайнекс» называется, которую вроде бы как в ближайшее время либо могут изготовить для Украины, либо даже передать украинской стороне. Значит, важный «Гепард» – хорошая система по работе по низколетящим целям, к которым относятся беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты. Вот это цели. То есть у него небольшая дальность, там километры по высоте и по дальности, но она обеспечивает, если они увидели эти цели, то есть экипаж этой машины, то есть какой-то временной запас, они, как правило, уничтожают такого рода цели. Но нужны боеприпасы, если с этим переделывают рейн-метал, значит, переделывают боеприпасы под «Гепард» и увеличивают немца, спасибо им, количество самих установок. Та система, о которой вы говорите, важно понимать, что есть снаряды с управляемым подрывом. То есть этот снаряд, когда вылетает через ствол, в него вводится информация при помощи предварительной обработки локатора, пункта управления у них, все это в одном и в компьютере, где на какой дальности должен подрываться этот снаряд. То есть можно, условно говоря, выпустить 50 снарядов, чтобы уничтожить беспилотник, то есть в район этот попадать, где-то впереди, сзади, над ним подрываться. А можно выпустить 5 снарядов с управляемым подрывом, и будет просчитано, что снаряд, пролетая на такой дальности, потому что в него введена такая информация при вылете, он будет подрываться. Это дороже, но это эффективнее. Есть такого рода системы в Швейцарии, которые в раздумье, чем и как нам подавать, держатся за свою нейтральность в нашей борьбе. Но немцы чем могут, помогают, поэтому переделывают пока к имеющимся, во-первых, к гепардам снаряды. И вот работа идет над тем, чтобы поставить системы, артиллерийские, зенитные артиллерийские системы, которые используют принцип управляемого подрыва, о котором мы с вами говорили. Он более, безусловно, эффективный и необходимый нам для работы по такого рода цели, низколетящим. Игорь Александрович, есть информация о том, что у врага есть вертолеты, которые бьют на расстоянии 80 километров. Есть ли у нас средства борьбы с этими вертолетами? Если нет, то какие они должны быть? Ну, должны быть такие, как вы сказали. Тут вопрос в том, что если не поставляют, я пытаюсь это пропагандировать, показывать и убеждать, насколько возможно, что если союзники задумываются над тем, поставлять и когда именно F-16 или подобный их базовый натовский самолет поколения 4+, 4,2+, то хотя бы сейчас можно и нужно, и там есть какое-то начало, говорят, о предоставлении нам вертолетов армейской авиации для поддержки действий наших наземных сил, нашей пехоты. И как раз тогда у западных стран есть вооружение соответствующее, натовских стран, которое может действовать на таких дальностях и даже еще больше. Есть у нас определенные разработки, но они требуют доработки для того, чтобы действовать. То есть определенные компании занимаются. Это не просто одно дело, например, на земле организовывать уничтожение целей, бронированных на такой дальности, а другое дело все это размещать в воздухе и учитывать, что пусковая установка, которая на вертолете, она перемещается и все это надо учитывать для того, чтобы стрельба была эффективной. То есть здесь вот в таком процессе есть небольшие поставки к тому, чтобы улучшать эту ситуацию со стороны наших союзников и напряженная работа компании определенных нашего военно-промышленного комплекса, чтобы вырабатывать свое. Мы помним, что то, что делается самим, мы четко это заявили военно-политически нашим главкомам, и верховным главнокомандующим, о том, что мы с тобой будем оставлять право, где и как наносить удары своим оружием по военным объектам противника. Просто надо иметь такие средства, и над этим идет напряженная работа. Игорь Александрович, раз уж эту тему тоже затронули, дайте, пожалуйста, свою оценку последним событиям в Москве. Ну, событий там достаточно много. Что вы имеете в виду? Я имею в виду эти загадочные взрывы, то ли БПЛА, то ли российское ПВО, которое врезалось в российские же здания. Так вот, это как раз результаты той работы над нашими средствами, предприятиями нашего военно-промышленного комплекса. То есть, поскольку я информационный волонтер, да, и мы с вами не представляем государственные позиции, там есть свои спикеры, которые могут или не могут об этом говорить. Поэтому мы можем на данных зарубежных, например, сказать о том, что наши возможности в этом смысле поводнятка нашего увеличивается и улучшается. Поэтому, значит, и дальности, смотрите, там было заявлено еще в прошлом году Украбромпромом, что мы имеем беспилотник на каких дальностях, сейчас идет процесс, там делает заказ такого вооружения Министерства обороны, нет. Но все равно дело на месте не стоит. И испытания проходят в ходе ведения войны, в ходе ведения боевых действий. И мы, пускай пока еще в недостаточном количестве, а имеем такого рода вооружения, которые наносим удары, и достают они и до Санкт-Петербурга, и до Москвы, в военных объектах, я обращаю внимание, в том числе аэродромам, и в первую очередь, где находятся самолеты их, которые используют вот как раз те ракеты, о которых мы с вами говорили. То есть наносить противнику удары с упреждением, это более эффективно, чем потом уничтожать запущенные с самолетов средства воздушного нападения на наши объекты. Поэтому это стратегически очевидно и понятно, идет просто работа по увеличению наших возможностей. Но удары наносятся и по военным объектам, нашим вооружениям, подчеркиваю, на территории Российской Федерации, а также по оккупированию части, посмотрите сводки каждый день по объектам Крыма. Например, там, то есть на словах союзники признают, что Крым наш и все, но вот у них сомнения как бы не привело к эскалации, поэтому по применению их вооружения, не говоря уже на объектах, как известно, Российской Федерации, но в том числе по оккупированной части. Поэтому большие запросы у нас на такого рода вооружения с точки зрения беспилотной возглавляет у нас Федоров, вице-премьер, и компании государственные, и частные, которые им едят, им надо отдавать больше возможностей, и убираются вот чиновнищие перепоны. Здесь юридически это очень важно, и здесь есть серьезный прогресс по сравнению с прошлым годом, например. Игорь Александрович, спасибо большое, спасибо за комментарии, спасибо за оценку ситуации, до скорых встреч в эфире. Много событий, которые следует прокомментировать, а будет еще больше. Игорь Александрович Романенко, основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины», замначальник и генштаба ВСУ 2006-2010 годов и генерал-лейтенант в отставке был с нами на прямой. «Закроем небо Украины»,